Что за странные летательные аппараты проносятся в небе? НЛО из далёких миров? Или грозное орудие войны? Нам предстоит познать истину, таящуюся под покровом секретности. За пределами науки. Разрезая воздух быстрее любого известного нам самолёта, в небе проносится резко очерченная треугольная тень. Что это? Пришельцы с потустороннего света? А может, это вещественные доказательства того мира секретности, который существовал во времена Холодной войны? Для растущего числа поклонников авиации этому может быть только одно объяснение. Существует новое поколение летательных аппаратов, разработка которых проводилась в такой секретности, что их стали называть «чёрные самолёты». Чёрные самолёты. Любознальные следопыты пристально всматриваются в небо в поисках любых проявлений деятельности таких аппаратов, проносящихся как тень на небосклоне и оставляющих после себя странный парообразный след. Они выслеживают отдалённые американские базы, такие как Грум Лейк, в Невадской пустыне, которая настолько засекречена, что официально она даже не существует. Эти следопыты утверждают, что истребитель невидимка существовал уже за много лет до того, как американские ВВС в конце концов признали это. Да и теперь существует новое поколение чёрных самолётов, летающих выше и быстрее прежних. Для подтверждения своих наблюдений, эти люди указывают на разрабатываемую в настоящее время технологию самолёта будущего. Возможно, что такая технология уже существует, но держится в секрете. На отдалённой американской авиабазе в Калифорнийской пустыне разрабатывается экспериментальная модель самолёта по программе Low Flight, предусматривающая испытания лётных характеристик самолёта такой ультрасовременной формы, совершающего полёты на низких высотах. Программа Low Flight призвана обеспечить гигантский скачок от полётов на сверхзвуковой скорости, то есть на скорости выше скорости звука, до полётов на гиперзвуковой скорости, превышающей скорость звука более чем в пять раз. Звук распространяется в воздушной среде со скоростью примерно 1216 км в час. Имея скорость 5760 км в час, а это свыше километра в секунду, самолёт Low Flight летит вдвое быстрее пули. Его форма позволяет преодолевать воздействие огромной силы сопротивления высоких температур, создаваемых на таких скоростях. Тогда, в 1996 году НАСА и ВВС США опубликовали сведения об этих экспериментах, во всём мире стали высказываться предположения о том, что такая модель гиперзвукового самолёта уже существует, и что полёты по этой программе уже проводятся в обстановке полнейшей секретности. Профессор Пол Зис являлся руководителем программы исследований гиперзвуковых самолётов, когда работал в корпорации Макдоналд Дуглас. Такая идея родилась 30 лет назад. Профессор Зис не сомневается в том, что гиперзвуковые самолёты уже совершают полёты. Мне кажется, ещё 30 лет назад была разработана технология полётов на скоростях в 6-12 раз превышающих скорость звука. За этот 30-летний период эти самолёты стали легче по весу, и их стало проще создавать с учётом изменившихся целей и задач. Соединённые Штаты разрабатывали эти чёрные самолёты ещё с 1950-х годов. Созданный в интересах ЦРУ самолёт-разведчик SR-71 Blackbird был способен летать на скоростях в 3 раза превышающих скорость звука, и такие полёты тайно совершались ещё до того, как сведения об этом были опубликованы в 1964-м году. Проносясь в небе со скоростью 900 метров в секунду на высоте 25 километров над землёй, самолёт Blackbird был недосягаем для истребителей и ракет противника. Когда в 1990 году ВВС США сняли с вооружения самолёт Blackbird, он всё ещё имел репутацию самого высокоскоростного самолёта из всех состоявших на вооружении стран мира самолётов. Но ещё до того, как самолёт Blackbird был снят с вооружения, высказывали серьёзные предположения о том, что американские ВВС разработали ещё один самолёт-разведчик, получивший кодовое название «Аврора», который был способен летать на ещё больших скоростях. До настоящего времени ВВС США продолжает отрицать существование самолёта «Аврора», так же, как они когда-то отрицали существование истребителя-невидимки «Стелд». Самолёт-истребитель F-117 «Стелд» был секретным оружием США. Я летал на него в течение трёх лет ещё тогда, когда программа его полёта была секретной. Мы уезжали на секретную базу в понедельник и возвращались в пятницу. Запрещалось брать работу на дом и разглашать то, чем мы занимались. Этот самолёт называют «Араканом», «Нелестное проживище», учитывая истинный характер и функции. Лётные характеристики на основе принципов программы «Стелд», заложенные в конструкции самолёта, его форма, стреловидность крыла, отсутствие тепловых показателей, поскольку продукты сгорания реактивного топлива уходят вверх от самолёта, делают его неуязвимым и от ракет инфракрасного наведения. В отличие от дозвукового истребителя «Стелд», самолёт, летящий со скоростью МАКС-5, труднее скрыть от глаз общественности, а такой самолёт может пересечь территорию с США в мире, чем за час. Так что люди уже видели такие самолёты, это самолёты из стреловидной формы, и это типичные гиперзвуковые самолёты классического образца. За последние 10 лет самолёты из стреловидной формы не раз стремительно проносились мимо коммерческих авиалайнеров в Европе и США. Очевидцы видели подобные самолёты недалеко от отдалённых американских авиабаз, в пустынях штатов Нелада и Калифорния, на крайнем севере Шотландии, где США имеют свою отдалённую, тщательно охраняемую секретную базу «Макроханш». 8 лет назад Крис Гибсон работал на нефтяной вышке вблизи побережья Великобритании и видел, как два самолёта F-111 сопровождали самолёт-заправщик, и ему никогда не забыть саму форму самолётов, которые он увидел чернили. Сзади заправщика пристроился чёрный треугольный самолёт, подобие которому я не встречал ни до тех пор, ни позже. Это был почти идеальный треугольник, равнобедренный треугольник, с очень-очень острыми углами. Я просто опешил. Никогда такого не встречал. Видел такой в первый раз в жизни. Не знаю, что это был за самолёт. Трудно найти более достоверного свидетеля, чем Крис Гибсон, ведь он проходил подготовку в британском Королевском Корпусе Наблюдателей и может опознать любой военный самолёт за секунду. При проведении в Корпусе соревнований по распознаванию он часто занимал места в пятёрке победителей. Тот факт, что я не мог опознать этот самолёт, убедил меня в том, что это, наверное, секретный самолёт, и уже наверняка американский. Гиперзвуковые самолёты не только видны, но и слышны. С начала 90-х годов в небе на Южной Калифорнии раздавались серии мощных звуковых ударов, которые даже регистрировались и с мографами. А в это время не было ни запуска космического корабля по программе Shuttle, ни полётов самолётов Blackbird. Отмечались случаи достоверного наблюдения в воздухе неизвестных самолётов, полёты которых сопровождались мощными хлопками. В Южной Калифорнии в небе раздаются такие мощные хлопки, что некоторые утверждают, что это явно звуковые удары, производимые этими самолётами при преодолении звукового барьера скорости. Всё это свидетельствует о том, что ЦРУ на самом деле располагают такими самолётами, которых высказывались лишь как о перспективе будущего. Джон Пайк, как начальник управления космической политики Федерации американских учёных, сопоставил эти свидетельства со своими данными о размере так называемого «чёрного бюджета», который по скромным подсчётам составляет несколько миллионов долларов в день. Эта чёрная дыра в расходах Пентагона заваулирована в общих суммах расходов, ежегодные размеры которых составляют десятки миллиардов долларов. Ещё несколько миллиардов долларов правительство США выделило на проведение исследований разработку аэрокосмического самолёта по проекту Х-30, о котором в 1986 году было заявлено как о замене программы космических исследований «Шаттл», и который мог явиться прообразом будущего гиперзвукового авиалайнера. Джон Пайк полагает, что хотя в 1995 году ВВС вышли из этой программы, данные исследования, возможно, послужили другой цели, как прикрытие для разработки секретного гиперзвукового самолёта «Шпиона». Если мы посмотрим на некоторые конструкции космических аппаратов, разрабатываемых сейчас фирмой Lockheed Martin для НАСА, то мне кажется, у них очень большое сходство с тем летательным аппаратом, который, как мы считаем, разрабатывался в 80-х годах по проекту, известному многим как проект «Аврора». Сегодня ВВС США отмечают свою 50-ю годовщину постановкой на вооружении самого крупного и самого совершенного самолёта. Место проведения торжества — леобаза «Неллис» в штате Невада. Сразу за этими возвышенностями к северу расположен секретный полигон Грумлэйк, а здесь все взоры обращены на чёрный самолёт. Последние модификации в арсенале ВВС США представлены на обозрении общественности — это бомбардировщик Б-2 «Стелфбомер». Несущая конструкция крыла самолёта Б-2 сводит до минимума радиолокационно-отражательной поверхности и делает самолёт несравнимой по форме ни с каким другим самолётом. Я работаю по данной программе с конца 81-го, начало 82-го года, так что я знаю на протяжении уже 14-15 лет, что представляет собой этот самолёт. Конструкция самолёта разрабатывалась таким расчётом, что у него была как можно меньшая отражательная поверхность с целью предотвращения его обнаружения радиолокаторами и приборами инфракрасного видения. Если говорить о визуальном наблюдении, то обнаружить его почти невозможно, когда он в воздухе, особенно на большой высоте. Вот что имеется в виду под термином «самолётная видимка» по программе «Стелфбомер». Самолёт не испускает продуктов горения топлива. В то время как тысячи изумленных зрителей присутствуют на официальном церемонии по случаю Дня ВВС, далеко отсюда, в пустыне штата Нью-Мексико, небольшая группа упрямых авиационных активистов выслеживает самолёт, существование которого Пентагон не признаёт. Здесь проводится крупнейшее в мире военно-воздушное учение. В небе над ракетным полигоном «Уайт Сэнс» ослыша ста самолётов. Эти люди называют себя «перехватчиками». Вооружившиеся радиосканерами для перехвата сообщений на частотах работы военных самолётов, они ведут поиск работы чёрных самолётов. Эти самолёты — новый скачок, даже гигантский скачок военной авиационной технологии. Они более незаметные, более скоростные и более бесшумные. Они невидимы на радиолокаторах, и визуально их трудно. Очень трудно обнаружить. Конец второй части. Хотя в США утверждают, что у них нет гиперзвукового самолёта-шпиона, нет никакого сомнения в том, что они видят большое будущее за беспилотным разведывательным самолётом на Гимбе. Самолёт «Тёмная звезда», похожий на нечто среднее между летающей тарелкой и дельтапланом, проходит лётное испытание. С поступлением на вооружение он будет способен обнаружить предмет длиной в один метр на удалении около 30 тысяч километров и передавать изображение в полёте с высоты 15 тысяч 500 метров. Главный научный специалист ВВС США предвидит появление СЛО в поколении новых беспилотных летательных аппаратов или БЛА. Я полагаю, уже вполне очевидно, что такие БЛА будут использоваться для обеспечения наземных операций примерно через 10 лет. Даже несмотря на то, что ВВС США отрицают использованные ими гиперзвуковые самолёты, их научные консультанты предвидят появление беспилотных гиперзвуковых самолётов, способных развивать скорость максимально 15, то есть 17,5 тысяч километров в час. Современные технологии, на основе которых ведутся разработки гиперзвуковых самолётов, позволяют сделать заявление о том, что приводит в движение чёрные самолёты, подобные самолёту-шпиону Аврору. Наиболее вероятным источником энергии для гиперзвукового самолёта может стать высокоскоростная версия самого простейшего реактивного двигателя прямоточного. Воздух поступает непосредственно в камеру сгорания прямоточного реактивного двигателя, где он смешивается с горючим. При сгорании смесь этих компонентов производит тягу. Для полётов на гиперзвуковых скоростях прямоточный реактивный двигатель должен быть в состоянии работать в условиях сверхзвукового потока воздуха по так называемой технологии SCRAM. В 1998 году НАСА осуществит запуск экспериментального беспилотного гиперзвукового летательного аппарата по программе GIPER-X. С борта самолёта-бомбардировщика B-52 аппарат GIPER-X будет запущен ракетным ускорителем Pegasus на высоту 30 000 метров и на скорости в 5 раз превышающей скорость звука, после чего заработает его реактивный двигатель SCRAM. Ожидается, что GIPER-X сможет развивать скорость MAX-10, что сделает его самым быстрым из всех известных общественностей самолётов на реактивной тяне. Я полагаю, что перед нами задача летать всё выше и выше, а раз мы будем летать выше, то нет никаких оснований утверждать, что мы не сможем летать на скорости, скажем, 20 раз превышающей скорость звука. Длительный гиперзвуковой полёт ставит перед аэрокосмическими инженерами крайне сложную задачу создания таких систем, которые могут выдерживать невероятно высокие температуры, возникающие в результате трения при самополёте самолёта сквозь воздушную среду. Эта сверхзвуковая аэродинамическая труба в университете города Сент-Льюиса производит измерение ударной волны, возникающей при прохождении тела, огибаемой формы сквозь воздушную среду на скорости в 2,5 раза выше скорости звука. В точке образования ударной волны, сила трения, вызываемая силой сопротивления воздуха, может создать такую высокую температуру, которая способна расплавить металл. Самолёту, летающему со скоростью Макс-12, надо выдерживать температуры до 1350 градусов по Цельсию. Но креогенное горючее, используемое при космических запусках по программе Шаттл, могло бы снизить такие температуры. Такой газ, как водород, охлаждённый до 400 градусов ниже нуля, становится жидким. Если его закачать в обшивку самолёта, он мог бы поглотить большую часть этого топлива до его сгорания у двигателя. Так что наиболее вероятной для полётов в нынешних условиях любого гиперзвукового самолёта была бы именно такая система. Скорее всего, что и топливо для полномасштабной версии гиперзвуковой модели самолёта типа Low Flight было бы таким же. Своеобразная форма самолётов Low Flight превращает силу сопротивления, создающую ударную волну на скоростях почти 6000 кмч, в его преимущество. Ударная волна получается при подлёте и после преодоления звукового барьера скорости. Так что при Макс-5, то есть в 5 раз выше скорости звука, самолёт способен существенно использовать для себя ударную волну и лететь на её гребне. Пилоты таких самолётов, летящих на гребне ударной волны, не смогли бы осуществлять управление на таких высоких скоростях, поэтому надо создать некий компьютерный мозг, который мог бы помочь им справиться с управлением. Такие компьютеризированные системы могли бы обеспечить управление двигательными системами нового поколения, которые позволяют пилотам совершать резкие манёвры самолёта. С окончанием Холодной войны появились новые возможности раскрыть нехогда строжайшую тайну в этой области и использование электрических полей для образования энергетических пузырьков вокруг самолёта, снижающих силу сопротивления при высокой скорости. Эти студенты Сент-Луисского университета проверяют результаты исследований, проводившихся в бывшем Советском Союзе в рамках проекта с кодовым названием «АйАкс». Когда профессор Пол Зис встретился с одним из учёных, работавших над проектом «АйАкс», у него появилась возможность изучить научно-исследовательскую документацию и получить целостное представление о явлении, которое раньше было загадкой. Энергетический пузырёк или воздушный зубец, прорезая след в воздухе, и путём выдёргивания электронов из молекулы образуется плазма. Это создаёт прослойку между ударной волной и обшивкой самолёта. Российские исследователи получили холодную плазму посредством плазменного факела, убивающего электроны, что делает воздух электропроводным. Очень низкая энергия спереди этого летательного аппарата, и таким образом получается процесс, которого мы пока ещё не познали или не можем рассчитать. Сила ударной волны сокращается вдвое, так что сам летательный аппарат теперь пролетает в воздушной среде при силе сопротивления вдвое меньше той, которая создавалась бы, не будь этого плазменного факела. Наряду со снижением силы сопротивления, этот слой электрически заряжённого воздуха увеличивает тягу самолёта. А с помощью мощных магнитов движение заряжённого воздуха вдоль самолёта ускоряется, что создаёт почти половину общей силы тяги. Такой перспективный двигатель называется магнито-гидродинамическим, или МГДЭКС. Он мог бы разогнать самолёт АЯКС до невероятных скоростей. С тех пор, как профессор Шитц начал заниматься исследованиями по АЯКСу, покровь секретности снова опустился, но всё же произошла утечка некоторых заманчивых подробностей. Имеются некоторые интересные данные слежения от радиолокационной станции в Швеции, зарегистрированные с промежутком по времени в один год. В первый раз, когда, как нам говорили, совершался демонстрационный полёт, скорость составляла порядка макс 12. А во второй раз, когда полёт совершался прототипом данного самолёта, скорость уже в 16 раз превышала скорость звука, и самолёт пролетел через всю Россию. Возможно, что магнито-гидродинамический движитель и составляет острожайший секрет незривого мира, однако проводимые за пределами покрова секретности новые исследования быстрыми темпами приближаются к его раскрытию. На ракетном полигоне «Вэйд Сэнс» проводятся испытания в рамках программы исследований в области ракетной техники США. На этой отдалённой базе в пустыне штата Нью-Мексико ведутся лётные испытания на основе совершенно нового способа запуска. Аэроказмический инженер Лик Мюраба считает, что воздушный зубец — это лишь первый маленький шаг в будущее таких полётов, при которых пучок световой энергии будет движительной силой, с помощью которой летательный аппарат, имеющий форму летающей тарелки, сможет облететь вокруг Земли менее чем за час. Лик проводит испытания нового способа запуска микроспутников интереса КЛВС США, который бы сделал запуски объекта в космос в тысячу раз дешевле. Здесь пучок лазера мощностью в 10 000 Вт проходит через это отверстие, отражается от зеркала, установленного под углом в 45 градусов, поворачивается вертикально и направляется в заднюю часть космического аппарата. Это сферическое зеркало концентрирует энергию лазера в узкое кольцо снаружи, создаёт мощный взрыв и толкает аппарат вверх. Так, приготовиться. Переготовиться к пуску. К пуску готовы. Испытание Лика Мирова демонстрирует радикальный подход к данной проблеме. Энергия пучка, преобразованная в силу тяги, позволяет совершать полёт по целым магистралям световых пучков. Поскольку такому летательному аппарату не понадобится нести на себе запасы топлива, он будет очень лёгким. Имея конструкцию, выполненную из тонкой плёнки из карбидокремния, закачанную в неё гелием для охлаждения, его обшивка сможет выдерживать температуры до 2000 градусов. Будущие двигатели, благодаря которым люди смогут облетать Землю и летать в космос, эти двигатели будут электромагнитными, например, магнито-гидродинамическими. Для такого рода летательных аппаратов они будут принимать энергию, превращать её в электричество, а затем использовать это электричество для ускорения слоя атмосферы вокруг аппарата. Какой двигатель сможет выполнять и другие функции. Он позволит улучшать аэродинамические качества летательного аппарата, снижать силу сопротивления, также снижать температуру. Всего лишь через 50 лет после создания новых необычных технологий в аэронавтике, мы совершили скачок от первых хрупких летательных аппаратов к мощному и высокоскоростному самолёту SR-71 Blackbird. Трудно смириться с тем, что это технологическое чудо конца 50-х годов является последним словом в создании высокоскоростных реактивных самолётов. Я обычно говорю скептикам, посмотрите на SR-71, его создавали повсеместно в Соединённых Штатах. Наверное, было порядка 30 поставщиков запчастей, которые даже не знали, что они создавали. Лишь только когда он был собран, стало ясно, что это за изделие. Заступные взоры общественности авиационные исследования обещают наступление новой аэровой авиации. Однако, учитывая тот объём средств, расходуемых на скрытно проводимые программы, то, что нам позволяют видеть, это, наверное, лишь верхушка айсберга. До тех пор, пока чудеса технологий так называемого «чёрного мира» не стали достоянием общественности, такие перехватчики, как Стив Дуглас, будут проявлять длительность и всматриваться в небо в поисках мимолётного образа самолёта, которому положено быть несуществующим. В этом время не было ни запуска космического корабля по программе «Шаттл», ни полётов самолётов «Блэкбёрд». Отмечались случаи достоверного наблюдения в воздухе неизвестных самолётов, полёты которых сопровождались мощными хлопками. В Южной Калифорнии в небе раздаются такие мощные хлопки, что некоторые утверждают, что это явно звуковые удары, производимые этими самолётами при преодолении звукового барьера скорости. Всё это свидетельствует о том, что ЦРУ на самом деле располагают такими самолётами, о которых высказывались лишь как о перспективе будущего. Джон Пайк, как начальник управления космической политики Федерации американских учёных, сопоставил это свидетельство со своими данными размере так называемого «чёрного бюджета», который по скромным подсчётам составляет несколько миллионов долларов в день. Эта чёрная дыра в расходах Пентагона заваулирована в общих суммах расходов, ежегодные размеры которых составляют десятки миллиардов долларов. Ещё несколько миллиардов долларов правительство США выделило на проведение исследований разработки аэрокосмического самолёта по проекту X-30, о котором в 1986 году было заявлено как о замене программы космических исследований «Шаттл», и который мог явиться прообразом будущего гиперзвукового авиалайнера. Джон Пайк полагает, что хотя в 1995 году ВВС вышли из этой программы, данные исследования, возможно, послужили другой цели, как прикрытие для разработки секретного гиперзвукового самолёта-шпиона. Если мы посмотрим на некоторые конструкции космических аппаратов, разрабатываемых сейчас фирмой «Локсит Мартин» для НАСА, то мне кажется, у них очень большое сходство с тем летательным аппаратом, который, как мы считаем, разрабатывался в 80-х годах по проекту, известному многим как проект «Аврора». Сегодня ВВС США отмечает свою 50-ю годовщину постановкой на вооружении самого крупного и самого совершенного самолёта. Место проведения торжества авиабаза «Неллис» в штате Невада. Сразу за этими возвышенностями к северу расположен секретный полигон «Грумлэйк», а здесь все взоры обращены на чёрный самолёт. Последние модификации в арсенале ВВС США представлены на обозрение общественности. Это бомбардировщик Б-2 «Стелфбоммер». Несущая конструкция крыла самолёта Б-2 сводит до минимума радиолокационной отражательной поверхности и делает самолёт несравнимой по форме ни с каким другим самолётом. Но ещё до того, как самолёт «Блэк Бёрд» был снят с вооружения, высказывали серьёзные предположения о том, что американские ВВС разработали ещё один самолёт-разведчик, получивший кодовое название «Аврора», который был способен летать на ещё больших скоростях. До настоящего времени ВВС США продолжают отрицать существование самолёта «Аврора», так же, как они когда-то отрицали существование истребителя-невидимки «Стелфб». Самолёт-истребитель F-117 «Стелфб» был секретным оружием США. Я летал на него в течение трёх лет ещё тогда, когда программа его полёта была секретной. Мы уезжали на секретную базу в понедельник и возвращались в пятницу. Запрещалось брать работу на дом и разглашать то, чем мы занимались. Этот самолёт называют «Араканом» — нелестное проживище, учитывая истинный характер его функций. Лётные характеристики на основе принципов программы «Стелфб», заложенные в конструкции самолёта, его форма, стреловидность крыла, отсутствие тепловых показателей, поскольку продукты сгорания реактивного топлива уходят вверх от самолёта, делают его неуязвимым и от ракет инфракрасного наведения. В отличие от дозвукового истребителя «Стелфб», самолёт, летящий со скоростью «Макс-5», труднее скрыть от глаз общественности, а такой самолёт может пересечь территорию США, менее чем за час. Так что люди уже видели такие самолёты — это самолёты из стреловидной формы, и это типичные гиперзвуковые самолёты классического образца. За последние 10 лет самолёты из стреловидной формы не раз стремительно проносились мимо коммерческих авиалайнеров в Европе и США. Очевидцы видели подобные самолёты недалеко от отдалённых американских авиабаз в пустынях штатов Невада и Калифорнии, и на крайнем севере Шотландии, где США имеют свою отдалённую, исключительно охраняемую секретную базу «Макроханиш». 8 лет назад Крис Гибсон работал на нефтяной вышке вблизи побережья Великобритании и видел, как два самолёта F-111 сопровождали самолёт-заправщик, и ему никогда не забыть саму форму самолётов, которые он видел чем-нибудь. Сзади заправщика пристроился чёрный треугольный самолёт, подобие которому я не встречал ни до тех пор, ни позже. Это был почти идеальный треугольник, равнобедренный треугольник, с очень-очень острыми углами. Я просто опешил. Никогда такого не встречал. Видел такой в первый раз в жизни. Не знаю, что это был за самолёт. Трудно найти более достоверного следителя, чем Крис Гибсон, ведь он проходил подготовку в британском королевском корпусе наблюдателей и может опознать любой военный самолёт за секунду. При проведении в корпусе соревнований по распознаванию он часто занимал места в пятёрке победителей. Тот факт, что я не мог опознать этот верх от самолёта, делает его неуязвимым и от ракет инфракрасного наведения. В отличие от дозвукового истребителя Стелл, самолёт, летящий со скоростью МАКС-5, труднее скрыть от глаз общественности, а такой самолёт может пересечь территорию США менее чем за час. Так что люди уже видели такие самолёты. Это самолёты из стреловидной формы и это типичные гиперзвуковые самолёты классического образца. За последние 10 лет самолёты из стреловидной формы не раз стремительно проносились мимо коммерческих авиалайнеров в Европе и США. Очевидцы видели подобные самолёты недалеко от отдалённых американских авиабаз в пустынях штатов Нелада и Калифорнии и на крайнем севере Шотландии, где США имеют свою отдалённую, тщательно охраняемую секретную базу Макроханиш. 8 лет назад Крис Гибсон работал на нефтяной вышке вблизи побережья Великобритании и видел, как два самолёта F-111 сопровождали самолёт-заправщик, и ему никогда не забыть саму форму самолётов, которые он видел в чём-нибудь. Сзади заправщика пристроился чёрный треугольный самолёт, подобие которому я не встречал ни до тех пор, ни позже. Это был почти идеальный треугольник, равнобедренный треугольник с очень-очень острыми углами. Я просто опешил. Никогда такого не встречал, видел такое в первый раз в жизни. не знаю, что это был за самолёт. Трудно найти более достоверного следителя, чем Крис Гибсон, ведь он проходил подготовку в британском Королевском Корпусе наблюдателей и может опознать любой военный самолёт за секунду. При проведении в корпусе соревнований по распознаванию он часто занимал места в пятёрке победителей. Тот факт, что я не мог опознать этот самолёт, убедил меня в том, что это, наверное, секретный самолёт и уже наверняка американский. Гиперзвуковые самолёты не только видны, но и слышны. С начала 90-х годов в небе на Южной Калифорнии раздавались серии мощных звуковых ударов, которые даже регистрировались сейсмографами. А в это время не было ни запуска космического корабля по программе Shuttle, ни полётов самолётов Blackbird. Отмечались случаи достоверного наблюдения в воздухе неизвестных самолётов, полёты которых сопровождались мощными хлопками. В Южной Калифорнии в небе раздаются такие мощные хлопки, что некоторые утверждают, что это явно звуковые удары, производимые этими самолётами при преодолении звукового барьера скорости. Всё это свидетельствует о том, что ЦРУ на самом деле располагают такими самолётами, о которых высказывались лишь как о перспективе будущего. Джон Пайк, как начальник управления космической политики Федерации Американский учёный, сопоставил это свидетельство со своими данными в размере так называемого чёрного бюджета, который по скромным подсчётам составляет несколько миллионов долларов в день. Эта чёрная дыра в расходах Пентагона завуулирована в общих суммах расходов военно-воздушные учения в небе над ракетным полигоном White Sands с выше 100 самолётов. Эти люди называют себя перехватчиками. Вооружившиеся радиосканерами для перехвата сообщений на частотах работы военных самолётов, они ведут поиск работы чёрных самолётов. Эти самолёты — новый скачок, даже гигантский скачок военной авиационной технологии. Они более незаметные, более скоростные и более бесшумные. Они невидимы на радиолокаторах, и визуально их трудно. Очень трудно обнаружить. Конец второй части. Хотя в США утверждают, что у них нет гиперзвукового самолёта-шпионов, нет никакого сомнения в том, что они видят большое будущее за беспилотным разведывательным самолётом «Недимка». Самолёт «Тёмная звезда», похожий на нечто среднее между летающей тарелкой и дельтапланом, проходит лётные испытания. С поступлением на вооружение он будет способен обнаружить предмет длиной в один метр на удаление около 30 000 километров и передавать изображение в полёте с высоты 15 500 метров. Главный научный специалист ВВС США предвидит появление ссылок в поколении новых беспилотных летательных аппаратов, или БЛА. Я полагаю, уже вполне очевидно, что такие БЛА будут использоваться для обеспечения наземных операций примерно через 10 лет. Даже несмотря на то, что ВВС США отрицают использованные ими гиперзвуковые самолёты, их научные консультанты предвидят появление беспилотных гиперзвуковых самолётов, способных развивать скорость максимально 15, то есть 17 500 км в час. Современные технологии, на основе которых ведутся разработки гиперзвуковых самолётов, позволяют сделать заявление о том, что приводит в движение чёрные самолёты, подобные самолёту-шпиону Аврору. Наиболее вероятным источником энергии для гиперзвукового самолёта может стать высокоскоростная версия самого простейшего реактивного двигателя прямоточного. Воздух поступает непосредственно в камеру сгорания прямоточного реактивного двигателя, где он смешивается с горючим. При сгорании смесь этих компонентов производит тягу. Для полётов на гиперзвуковых скоростях прямоточный реактивный двигатель должен быть в состоянии работать в условиях сверхзвукового потока воздуха по так называемой технологии SCRAM. В 1998 году НАСА осуществит запуск экспериментального беспилотного гиперзвукового летательного аппарата по программе GIPER-X. С борта самолёта-бомбардировщика B-52 аппарат GIPER-X будет запущен ракетным ускорителем Pegas на высоту 30 000 метров и на скорости в 5 раз превышающей скорость звука, после чего заработает его реактивный двигатель SCRAM. Ожидается, что GIPER-X сможет развивать скорость Mark Martin для НАСА, то мне кажется, у них очень большое сходство с тем летательным аппаратом, который, как мы считаем, разрабатывался в 80-х годах по проекту, известному многим как проект Аврора. Сегодня ВВС США отмечают свою 50-ю годовщину постановкой на вооружении самого крупного и самого совершенного самолёта. Место проведения торжества – леобаза Неллис в штате Невада. Сразу за этими возвышенностями к северу расположен секретный полигон Грумлэйк, а здесь все взоры обращены на чёрный самолёт, последней модификацией в арсенале ВВС США. представлены на обозрении общественности – это бомбардировщик Б-2 «Стелфбоммер». Несущая конструкция крыла самолёта Б-2 сводит до минимума радиолокационно-отражательной поверхности и делает самолёт не сравнимы по форме ни с каким другим самолётом. Я работаю по данной программе с конца 1981 – начало 1982 года, так что я знаю на протяжении уже 14-15 лет, что представляет собой этот самолёт. Конструкция самолёта разрабатывалась таким расчётом, что у него была как можно меньшая отражательная поверхность с целью предотвращения его обнаружения радиолокаторами и приборами инфракрасного видения. Если говорить о визуальном наблюдении, то обнаружить его почти невозможно, когда он в воздухе, особенно на большой высоте. Вот что имеется в виду под термином «самолётная видимка» по программе «Стелф». Самолёт не испускает продуктов горения топлива. В то время как тысячи изумленных зрителей присутствуют на официальном церемонии по случаю Дня ВВС, далеко отсюда, в пустыне штата Нью-Мексико, небольшая группа упрямых авиационных активистов выслеживает самолёт, существование которого Пентагон не признаёт. Здесь проводятся крупнейшие в мире военно-воздушные учения. В небе над ракетным полигоном «Уайт Сэнс» свыше 100 самолётов. Эти люди называют себя «перехватчиками», вооружившиеся радиосканерами для перехвата сообщений на частотах работы военных самолётов. Они ведут поиск работы чёрных самолётов. Эти самолёты – новый скачок, даже гигантский скачок военной авиационной технологии. Они более незаметны, более скоростные и более бесшумные. Они невидимы на радиолокаторах и визуально их трудно. очень трудно обнаружить. Играет музыка Играет музыка Играет музыка Субтитры создавал DimaTorzok